добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто вика и оператор и мы с вами делимся вот такой вот шикарной новиночкой я бы сказала это букет ко дню святого валентина как вы видите здесь присутствуют и красные розочки символ любви и страсти и сердечко розовое до самой за себя уже говорит это символ и вот такие вот нежно-нежно розовые цветущие веточки захотелось мне вот вас порадовать и я решила а почему бы и нет давайте с вами сплетем вот такой вот букетик веточки вы уже я надеюсь все сплели потому что именно об этом букете речь шла когда я говорила про веточки и в анонсе и в мастер-классе вот именно здесь я их и использовала не хотела раскрывать все карты сразу ну давайте покрутим с вами наш букетик не обязательно делать красные розочки если вы например не любите этот цвет да я вот не особо его уважали делала из-за оператора но и подумала что все-таки день святого валентина вот красные розы будут как нельзя кстати можно сделать и розовые белые веточки декоративные цветущие тоже можно сделать белые тогда будет подобие миниатюрной такой гипсофилы либо любого другого цвета в общем вот на все на на что у вас хватит материалов и фантазии а сердечко тоже мы с вами уже плели по моему год назад поэтому а ссылочка ссылочка на мастер-класс будет в конце видео ссылочка на цветущие веточки тоже в конце видео мы их были всего несколько дней назад неделю назад что хочется еще сказать на самом деле а веточки плести очень просто я надеюсь вы все уже видели этот мастер-класс если нет срочно плетите розочки мы будем плести в технике французское плетение но я все показываю надеюсь доступно понятно поэтому даже начинающие бисероплетение все-таки сможет это сплести ты забыла сказать что ссылочки на под букетник нет ссылочки на вазочку нет да здорово высота вазочки у меня 14 сантиметров поэтому конечно же вы уже сами будете ориентироваться какой высоты вам нужны будут розочки какой высоты свободный стебелечек это уже конечно идет от того какой высоты ваша емкость все плела из китайского бисера поэтому если у вас будет чешский либо японские то будет вообще красота нереальная просто хочу лишний раз показать что из китайского бисера можно творить красоту в основном я сейчас уже перехожу на бисер тоха чешский но мне очень нравится работать с китайским и все мои мастер-классы они вот практически везде я использовала именно китайский бисер изредка добавляя чешский нет он действительно да просто в некоторых случаях приходится калибровать на это конечно уходит время но я думаю это того стоит что вам еще сказать я уже не пропустившиеся и два бутончика как вы видите сердечко и две цветущих веточки декоративные я вам говорила и в анонсе по веточкам и в мастер-классе что можно сделать три веточки так что если вы сплели например 2 можете доделать третью но мне кажется что здесь уже не нужен перебор вот мне здесь кажется будет уже перебор с веточками я просто хотела оттенить чтобы задний фон чтобы розочки не было такими кургузами куцами да и чтобы было такое вроде и пышно и нежно да вот так ну что ж я надеюсь что вам понравился анонс и вы готовы приступить к работе по плетению вот такого чудесного букета пожалуйста ставьте ваши лайки пишите комментарии задавайте ваши вопросы обязательно подписывайтесь на наш с оператором канал кошка 2015 тире цветы из бисера запятая бисероплетения запятая мк что означает мастер-класс еще раз покажем букетик до оператор и еще раз напоминаю я уже который раз говорю что сейчас пока на улице очень холодно морозы пожалуйста обратите внимание на пушистых хвостатых друзей которые просто замерзают на улице от голода и холода этой котики и собачки если вы видите какого-то щеночка собачку либо маму с кормясь кормящую щеночками которых просто безжалостно выкидывают на улице в такие морозы это ужас просто покормите согрейте пустите в подъезд во двор ну в общем сделайте пожалуйста все чтобы спасти живые души покормить мало да спасти живые души пожалуйста ну что ж а на этом все всем пока пока до новых встреч в мастер-классе по плетению розчик пока